Скажите, как вы тут вот вообще дошли до жизни такой, как вы с этим познакомились, как оно в вашей жизни было? Познакомили мы очень неожиданно все это, все было так очень интересно. Это долгая история, все начиналось с нашего детского хора, который мы привезли на конкурсы там. В жюри присутствовал господин Жданов. И нам дали очень неплохое место для нашего хора, я считаю, что достойно. Дети спели очень хорошо, да, мы старались, мы готовились. Мы столько трудились, мы шили даже костюмы, но не столь важно. После этого мне стала приходить рассылка, я ее передавала нашему педагогу, и как бы все это... А потом у нас сменился педагог, и я передала всю эту рассылку уже нашей новому педагогу, и сама заинтересовалась. Потому что дело было интересное, да. Плюс был в том, что это было в Зенигороде. Это был очень большой плюс, потому что это не надо было куда-то ехать в Калугу или еще куда-то. Это можно было сделать саму в Зенигороде, еще в декабре месяце. Очень было много плюсов, да. Я не справилась, я отправила туда нашего педагога. Но вот она-то вас привезла сюда. Мы очень рады, потому что нам не хватало действительно... У нас большой хор, у нас и дети, у нас и взрослые, но нам не хватало именно постановки голоса. У нас, да, есть ведущие голоса, есть люди с музыкальным образованием, но большей частью у нас люди без музыкального образования и без вообще какой-либо умения петь. И нам нужно это было. Нужно, нужно, да. И я считаю, что мы такую девочке закрыли педагогию очень большую дырку в нашем хоре. И занимаемся мы с лета. Хочу сказать, что добились очень больших успехов. То есть люди, которые... Ну, у нас хор очень большой, у нас бывают люди, которые какое-то время не ходят, а потом приходят, стоят под тобой и слышат разницу. И сама была примером того, когда человек повернулся и сказал, что вау, надо же, ты так петь стала. Я говорю, правда? Он говорит, да, это вообще что-то, это как, это почему? Он говорит, а вот потому что я хожу к Марине Николаевной, к Насте. Они сказали, да. А, и вот благодаря вот этому диалогу у нас появилось буквально через неделю порядка еще 20 человек, которые привезли еще из одного прихода. И теперь бедная Настя не знает, как всех туда распихать. Вот. Дочь моя, иди сюда. Ну, было приятно, что, во-первых, педагоги добрые, педагоги нестандартные, обучение нестандартное. Подход не к тому, что ты должен, а к тому, что ты, на что ты способен. Приятно, что тебе говорят, кто ты. Сопрано, не сопрано, да, какое сопрано, это вообще для нас вообще все очень мило, да. И приятно, что, опять же, что у нас вся семья поет. Ну, кроме младшей, она просто ленится. Вот. У нас такой квинтет. Поют четверо, почти пять человек. Мой супруг, мои дети, мои дочери. Вот. И я очень рада, что мне очень приятно, что к ним хорошо относятся, что они добиваются хороших успехов. Вот, солистка наша в детском хоре. Вот. Я горжусь своими детьми. И я благодарна педагогам, что они нам помогают. Я горжусь своими детьми. Педагогам. Продолжение следует...